Глава 80, Тейлим Пэй, помогите мне. Приближаемся уже прямо к концу. Пэй, 80. Пасук, мы сегодня повторим 13-й ютгиму с тем, чтобы идти дальше. Пэй, ютгима мы читаем. И вот вопрос, который в этом Тейлим задается. Лама парадста гдерега. Почему ты, Всевышний, разрушил забор, который нас как бы защищает? Веаруга кол оврейда, да, дарах. Ну, в конце дарах, это дэрах. И, можно так сказать, здесь так переведем. И поэтому грабят. Такой, не точный, такой, может, и грабят ее. То есть, Гефен, помните, женского рода? А это символ Израиля. Короче говоря, народ Израиля. То есть, почему ты разрушил забор, который нас ограждал, защищал? И нас грабят все проходящие. Каждому, кому не лень, нападает, грабит, уничтожает. Короче говоря, реальность сегодняшнего дня и всех дней предыдущих в духе подготовки к Песаху, вы помните, В каждом поколении поднимаются эти враги, чтобы нас уничтожили. Не новая вещь. Это Агадашин Песах. Соответственно, это в Талмуде эта фраза. Вот. Значит, вот вопрос, почему ты это сделал? Дальше продолжается описание этой непростой, в которой мы находимся. Посмотрим, смотрите, какими словами интересными. Значит, это Пэй и Юдады тоже. Ехар Семена Хазир Мия. Идет в отношении к Гефин. Все, Гефин – это женский род. В отношении к этому винограднику в женском роде описывается ситуация, что расковыривает этот виноградник. Знаете, корни расковыривает. То есть, на корню пытается нас уничтожить. Дикий кабан. Хазир, который из Яр, это Хазир лесной. Дикий кабан. Помогите. Везис, Садай, Ерэна. А вы что? Вы наизусть знаете? Я найду. Милосную. Они все цепки. Все, хорошо. Значит, смотрите, этот самый Хазир Мияр пытается расковырять на корню нас. Ну, потом, как всегда, вы же знаете, мы будем все постараться глубже понять. Но сейчас мы только хотим слова понять. И Зиз, Садай, непереводимое слово и не встречается в Танахе, и поэтому неизвестно, что это такое. Но мы из устной Торы и некоторых намеков других книг немножко можем себе представить. Чуть-чуть. В принципе, речь идет о живом существе, который тоже в поле живет и который в этом винограднике гуляет свободно, уничтожая его. Ирэна, это... Ирэ, это как Рэ, пастись, пасется в нашем винограднике и пытается уничтожить. Это я добавляю. Ирэна, то есть, пытается уничтожить и кушать его. И так далее, и так далее. То есть, мы видим этот Хазир, кабан уничтожает виноградник, а мы про Гефин целый урок даже имели небольшой. И мы уже понимаем про виноградник и понимаем, что это из Египта был принесен и пустил корни, корни, вероцакодыш, потому что виноградник, о котором мы говорим, только вероцакодыш может корни пустить. Это еврейский народ только здесь может корни пустить. И поэтому нас не удивляет, что некий Хазир приходит и корни пытается расковырять. И этот Зиз, который мы не знаем, что такое Зиз, этот тоже свободно здесь спасется и, как говорится, наплевал на нас и кушает наш виноград. Вот такая ситуация, вот такая фраза. Теперь мы должны понять, кто тут вообще, кто тут с нами дело имели, с кем мы имеем дело. Интересно, что в Танахе у вас разные книги, поэтому тут я не знаю, у кого что, но когда вы имеете книгу, где точно все буквы написаны так, как они в Танахе написаны или как в Торинохе написаны, то вы будете знать, что буква Айн, слово Миян, неожиданным образом приподнято, поверьте мне. Если у вас такие книги, так это просто даже вот видно. Если нет, то поверьте, что в Танахе так оно и есть. В слове Яр в этом фразе Айн поднята вверх. Вот есть ряд, а она над рядом приподнята. Как будто ее вытащили вверх. Где-то есть в какой-то книге? Есть. Есть разные. Потому что есть разного вида издания, но есть издание реального вида, то есть там, где все соблюдено, все эти буквы и прочее, это будет так. У меня здесь нет, но я просто знаю, что это. Понятно, да? Уже интересно. То есть не просто Хазир, Миян и Айн это приподнят. Все это очень интересно, да. И все корни наши хочет уничтожать. Теперь, кто такой Хазир? Что это за существо такое? Не в смысле кашрута. Не, но что-то беспокоит. А, две кашруты. Хазир. Что такое Хазир? Опять, не кашрута. Хазир, как животное. Значит, это говорится, что это символ четвертого галута. Мы знаем, есть мавилонский, и мы знаем, что есть персидский, и мы знаем, что есть греческий, и мы знаем, что есть наш. наш, наш это Эдом, Исав, Эдом, Рим, все это наше общий мировой галут, в котором мы находимся. и говорится, что Хазир, он символ этого галута. Почему? Значит, все предыдущие наши беды были достаточно ясными. Например, пришли в Авиалон, уничтожил, разрушил первый храм, изгнал, в 70 лет вы там были, все понятно. Кто такие Авиалон? Мы прекрасно понимали, они этого поклонники. Все было ясно с ними. Они просто силой взяли, и все. Все ясно. Персы, с ними тоже было понятно. Греки, уже менее понятно. Поэтому война с ними была чисто духовная, как вы помните, ханута это демонстрирует, и все. Потому что они пришли уже в качестве философов, мыслителей, а не только грубая сила. Те были просто, армия пришла, и все, не о чем говорить. Это грубо пришли греки, те предыдущие, а греки уже философы, уже мировоззреческие. Поэтому греческий галут, он был в самом Эреца-Коддаш, здесь был, а не где-то. Мы находились в Израиле. И он весь строится на противостоянии как бы свет Всевышнего и как это на сайте предыдуло выражение, рукотворные религии. И мировоззрение рукотворное, придуманное человеком. В этом смысле мы называем это мрак и тьма. Не потому что человек придумывает тьма, но по отношению к небу человек может только тьму привести. А что человек, кто такой человек? Поэтому это противостояние такое. Это Греция, Яван. А мы с вами теперь живем и дом, и это самое. Смотрите, как мир устроен, просвещенный. Мы не говорим об отдельных людях, мы говорим цивилизация, просвещенная цивилизация. Кроме дикарей разного рода, гуманная по-своему цивилизация, духовная цивилизация. Книги не сжигаются, за какие-то, можете сказать, глобально признаются, глобально продвигают знания, продвигают мышление, продвигают доброту, как раз либерализма, то есть продвигают правильные устройства мира, продвигают судопроизводство, искореняют то, как может, худо, бедно, расизм и всякие другие неразрешенные вещи. То есть мы живем в самом страшном году. Почему он самый страшный? И дальше вы, Медраж, помните все это. Кто такой Хазир? Что такое Хазир? Единственное из таких домашнего типа животных, которые свои ноги не подкладывают под себя, а демонстрируют. А ему есть что демонстрировать, копыта кошерные, раздвоенные. То, что не жует жрачка, это его персональное дело. Весь этот голубь строится на персональных делах. Это мое дело, не весь это самое. У меня копыта кошерные, что-то еще хочешь? И все. Вот это вот Эдом, это Эйсар, это поэтому Хазир. И это Хохамим сказали еще давным-давным-давным-давно, что это символ нашего голубя, что копыта кошерные, а на самом деле мы от Тора очень далеки. Поэтому здесь еврей очень легко живет в нееврейской цивилизации и очень довольны. Все хорошо, не режут. Есть вспышки, вдруг вспоминают, что Эйсар работать должен, нельзя же быть на пенсии все время. Вдруг начинают и в Освенце погнали. Но это как бы, знаете, как бы уже вспышки. А собственно так, никто не трогает никого, делает, что хочешь, живи, что хочешь, особенно последние этапы после 1500 года, как было предсказано, вторая половина шестого последнего тысячелетия, началась эмансипация глобальная, либерализм глобальный, равенство глобальное, лозунг французской революции, мы все помним, да, свобода, равенство и братство, каждое слово на весь золото, свобода, дело хорошее, равенство, дело прекрасное, братство, замечательно, все хорошо, а почему так плохо, как-то, помню, американская поговорка, if everything is so good, why it's so bad, все понимают, если все так хорошо, то почему так плохо, значит, но внешняя форма, в смысле хазир, внешняя форма, цивилизация, очень удобная для жизни, очень хорошая для жизни, и это самое, в Америке есть четыре тысячи, четыре тысячи кафедр по изучению языка индиша, еврейского кафедра, как вам нравится такая цель, конечно, в университетах Николаевича, четыре тысячи, кто их заставляет, там все добровольное, никто там в Америке не заставляет никого, даже сами хотят, это цивилизация хазир, евреи там живут, и очень довольны, и уходят от торы, и вообще, даже уже в третьей поколе, они уже не уходят, они уже некуда уходить, потому что они без торы жили, а все хорошо, так просто евреи не оскорбишь на улице, можно, но всегда отдельно можно, но глобально нельзя, тронуть пальцем нельзя, бить нельзя, запретить нельзя, дискриминации нет, все, что хочешь, пожалуйста, это вот, вот это вот, хазирмья, махарсэм, что, как я вам перевел, корни подъедают, да, а так, что такое корни, сам гефер, сам виноградник, процветает, когда корни съедают, мы результат сразу не видим, это вот наше, галут, в котором мы находимся, гуманный, хороший, прекрасный, а просто потом, потом детей нет, и все, потому что они уже, глядишь, пасутся, дети эти в других местах, и нет уже детей, уже потом не найдешь этих евреев, и это, а свет за вспышки, просто гнева такого, а на самом деле, зачем это нужно, и точно так же здесь, это придумал, Ануар Саддар, не один он, но арабы тоже есть люди с головой, вы знаете, мы здесь не политикой занимаемся, но мы же должны понимать, мир как устроен, есть два, как можно с евреями, как говорится, с евреями, как у нас необходимо справиться, или силой, или наоборот, так они не могут ничего сделать с силой, они поняли, что это очень глупо воевать с евреями, нет ничего глупее, а правильно, это с евреями мирные соглашения, а евреи, они все отдастся, за эти бумажки, приехал Саддар сюда, встретили его, кобровую дорожку, то-другое, я как в живом эфире слушал, голос Израиля на Иврите в 77-м году в Москве, как тут просто, ну, жизни не было, как все только о нем и говорили, не важно, что на галстуке свастика было, это никто, мы потом обратили внимание, в Кнесет притащили, дали ему все, и прошло полтора года, уже весь Синай, все уже у них было, как он дал всем урабство, зачем воевать с евреями, все забрать у них, не проливая кровь, свою точно не надо, а еврейское не обязательно, мы их отсюда выставим в море, а не просто тонут, зачем их убивать, и после этого арабский мир делится на две школы мышления, одна говорит силой, а другая говорит миром, цель одна и та же, абсолютно одна и та же, все одно и то же, но два пути к цели, или так, или так, они между собой иногда спорят, кто умнее, кто правильнее, потому что они не спорят, надо ли уничтожать еврея, спора нет у них, вопрос, как это сделать, а Нуар Садат пошел этим путем, а Нуар Садат, он у Персилия, тогда против него было, он был в изоляции, его очень критиковали, они сказали, что это неправильная дорога, у нас достаточно сил, чтобы силы уничтожить, а он говорит, не нужно, мы же видите, зачем, и он рассказал, что уничтожить Израиль военным путем помогает Советский Союз, а Советский Союз, это колосс на глиняных ногах, а ставку нужно сделать на Соединенные Штаты, и он разорвал все отношения между Египтом, выгнал всех советских советников, все отношения с Советским Союзом довел до нуля, переориентировался на Америку, каждый год получает на 3 миллиарда долларов вооружение Египта, мы все ему отдали, он вооружен теперь до зубов, включая советские ракеты, он их с Украины закупает в последние годы, советское вооружение, ракетные и прочие, на американские деньги, против кого он собирается воевать Египта, слева у него, у него столько границ с Суданом, чуть-чуть, вообще не страна, с Ливией, которого они интересуют, там одни пески, и кто? Израиль. Так 3 миллиарда в год умножьте на 20 лет, вы получите сколько? 60 миллиардов вооружения, в современной, это же 100 миллиардов тогда. На 100 миллиардов только оружие он накупил, выше головы. Мир, хорошо. Это вот его школа мышления была. Его убили нетерпеливые арабы, поэтому вместо него мубарок стал. Потому что арабы же горячие, нетерпеливые, сколько можно ждать, что будем мучиться и ждать там, а он пару десятков лет, только надо подождать. Убили его, вместо него мубарок это делает все. Это школа одна, есть школа вторая, это вы знаете, Иран и прочее, это уже силы нас. А здесь сидят, те, кто сидят, и что делают. И не верьте, этот хазирм и я только этим занимаются. То... Да, пожалуйста. Почему хазирм не ушла шказать? Потому что махзир бочула, в конце концов. Потому что последний галур. Пока нас пряником не покупают, чтобы уничтожить, мы всегда будем надеяться, что те, кто силой, они плохие, придут хорошие и будет хорошо. Когда уже хазирм нас уничтожает, уже надежды нет ни на кого. Только алавин и шабашамай. Как говорится в конце книги трактата Сотов. Энел Милий Шаэн. Пишут стикеры, это на машинах. Энел Милий Шаэн, Эла Алавин и шабашамай. Это может быть только, когда мирная цивилизация. Когда нас сила уничтожает, всегда можно сказать, так этот царь плохой, придет хороший. Это фашизм Германии, это сталинский фашизм. А будет хорошая цивилизация, будет хорошо. И не хочет, что вы, не будет. Это единственный путь, который только хазирм нас может, лягахзир, так сказать. Потому что мы видим эти ножки, его кошерные, и видим, что что-то не в порядке. Надо задуматься, надо искать корни. А корни-то он уничтожает. То есть мы будем искать корни, это будет шабашка. Значит, у нас есть миниар. Что вы говорили? Айн высокий. Айн высокий. Что такое Айн и бритя? Все знают. Глаза. Свет, надо вглядываться. Надо... Как это у нас? Кузьма... Я извиняюсь. Просто у меня настроение... Зри в корень. Вот все же самое правильно знают. Подсказывают. У него от Талмуда до... Все перед глазами владеют все. Знают. Не так было. Да. Зри в корень. Вот. Вот зри в корень. Это вот есть Айн при подлинке. Поэтому в Масоре, то есть в традиционном Танате, так всегда написано. Айн сверху в этом слове, смотри туда. Сверху. Это первое, что мы уже узнаем. Второе мы здесь узнаем с вами, что если мы Айн поднимем вверх, а мы это ИЗ, это нет, остается только что Юды Реш. Правильно, да? Юды Реш 210. Вам даже помнить наизусть, что такое 210. Что такое... Что за... Помните, что такое 210? Как же? Вы же были там все. Без исключения. Вы уже забыли. Что за память такая у нас? 210 лет галутмит... Это рабство, абдук митраев. 210 лет к Песоху готовится. Мы были рабами в Египте 210 лет. Вы же все... Все были в Египте, уже забыли. Надо же. Не думал. Мы же все помним. Правда? Вы помните? Мы были рабами в Египте. Помните, правда же? Ну вот. Так вот это здесь тоже нам внукает. Что все это мы вышли оттуда. А чтобы победить этого хазира, мы должны помнить, что Египет с чего начался. Что сказал фараон Юсефу? А, у тебя отец, братья, лучшие места возьмите. Вы помните? Делайте, что хотите. Постройте Ешивы, земля Гошинь. Живите там. Все хорошо. И как он сказал тогда? Ты будешь хозяин этой страны. Только я над тобой буду. Глобально это неплохо. А по содержанию. Здесь и фараон над Юсефом. Что мы имеем тогда? Что мы имеем тогда? А? Айн. Айн. Айн имеет. Айн имеет, да? Айн. 210. Юд Решмин, 210. Вот этим и это. А чтобы нам было веселее, этот Айн нам еще напомнит, что в Вавилонске было 70 лет. Только что Ахурин был. Это было 70 лет. Ахашвирош там ошибся в 70-е годах. Я что-то помню очень смутно по поводу того, что Ахашвирош ошибся в подсчете вот этих 70 лет. Он не от той точки отсчитывал. И вот я не очень смутно... Потому что надо считать от разрушения храма. А он до этого взяли в плен уже еврейского царя Яхония. И всю еврейскую аристократию. И всю, так сказать, верхушку. Даниэль тоже. И все такое. И в изгнание отправили все. Еще храм было. Уже первые сливки, так как общество, уже срезали, отправили в него. Так он с этого... Он понял, прошло 70 лет. Ничего не произошло. Это было не глупо, потому что действительно надо брать. Царь это же символ определенный. Царь. Потом выдающийся люди. Такой же, как Даниэль. Его трое друзей. Все, пророк собой. А? Мог дыхать уже был бы... В том же изгнании первых знаний, первых знаний, но главное, чтобы были там люди, выдающиеся, и царь, и все. Вот тебе 70 лет прошло. Поэтому позвал евреев, да, покушать немножко и попить. И с этого началось все. И тогда вопрос этот спрашивает, наверное, вы знаете, тоже слышали ответ очень интересный. А что плохого было? Он, во-первых, позвал евреев и не евреев, и всем дал угощение. И говорится, что Кияда Меллах и Эйн Онес никого насильно не заставлял, никого ничего. Более того, Медраж говорит, что была хошерная еда. И тогда там была хошерная. И яйка хошерная. И яйка хошерная. Дальше даже не было запретом просто на яйн. Если это яйн сегодня есть, но с тех пор есть, тогда еще не было запрета. Вино нееврейское можно было пить, если оно не было посвящено идонопоклонству. А это было просто вино из подвалов для питья. С вином не было проблем. Для евреев можно сделать им хошерную. В конце концов, фрукты можно налить, вазы с фруктами. не проблема. Пожалуйста, никаких проблем. Кей-лим были из Бет-Микдаши. Они нет запрета тоже, потому что они их поменялись, строго говоря. Они уже принадлежат не нам, они уже захвачены им. Ну так, теперь Кей-лим, поскольку там были фрукты и холодные вещи, к кошерности это не имеет никакого отношения уже. Что плохого? То есть, ничего хорошего, но плохого что? А хамим, из-за этого, из-за удовольствия, в основном удовольствия. И участие, допустим, царь нельзя ему отказать, он пригласил. Это ничего не проделать. они получили... Они были под страхом смерти. Ну, приказ царя, да. А внутри, в сердце, никто тебя не заставляет получать удовольствие от этого. Ты сиди... Значит, еще, кошерное, ты не можешь сказать, что денег, кошерное, пожалуйста, кушай. Вино, можно. царь сказал, должен. То есть, ты ничего не можешь сказать, почему ты там не можешь быть. Ты ему должен быть. Будь. Но кто тебя заставляет в сердце получать удовольствие от всего этого дела? Никто. Ты сам это получаешь. То есть, ты недостаточно понимаешь, что произошло. А храмовая посуда, это же тоже было... Намек. Оскорбление и намек? Нет, но уже после того, как забрал, я говорю, да логически, даже этого уже нет. После того, как царь забрал, это уже не наше. Это может только... Ну, нет запретов, что же из этого, потому что это уже перешло не к нам. То есть, называется смена балут, смена хозяина. Все. Я не говорю, что это хорошо, но нельзя же, нас же обвинить, что он это сделал. И он мне говорит, вот, пожалуйста, налей себе в эту чашу вино, как кошерное, пожалуйста, не хочешь, там, говорит, не хочешь, не пей. Хочешь, пей, пожалуйста. Удовольствие. Это нельзя. То есть, то, что называется хосартаам. Вся наша жизнь. Тонкий нюанс, что безвкусица, духовная безвкусица была. Все остальное было супер кошерное. Никаких протенций, никому. Ничего проблем нет. Нет. Это же вопрос Мордыхая, почему он не кланялся. Он обязан был кланяться согласно распоряжению царя, потому что так, во-первых, мы видим, что еврей... Яков задавался этот вопрос. Яков кланялся фараону. почему не кланялся фараону. Что он такое большое дело и нюанс сделал Мордыхая, не кланяться Аману. Так он поклонился. Аман же не говорит, ты должен верить в Виналов. Он говорит, что мне надо кланяться. Медраж говорит, у него там изображение. Так можно закрыть глаза на изображение и поклониться из-за того, что он премьер-министр страны и все. Но даже дальше пойдем. Допустим, я не хочу кланяться. Я такой, вот знаешь, упрямый еврей, не буду этому кланяться. Аман. А я слышала, слышала бедра. Хорошо. Потом скажите, что хотите. Я же не запрещаю говорить. Проблема не в том, что можно было кланяться. В крайнем случае можно не кланяться. Мордыхая же другое делает. Там совсем другое. Он должен понимать, что то, что он не кланяется Аману, это смертный приговор всем евреям будет царем. А это кто ему дал право судьбами людей играться. Понимаете, в этом же то, как Кушият. Не в том, что он не кланяется. Ты не хочешь, не кланяйся. Хочешь, кланяйся. Есть разрешение кланяться. Есть идея, что не надо кланяться. То есть мы тебя, мы тебя понимаем, мы тебя поддерживаем. Но почему мы должны погибать? Больше мы даже и не кланяемся. Ты можешь отдыхать кланяйся или не кланяйся. А я-то плечал. И я тебя не назначал никуда. Ты там сидишь у этих ворот. Он же был один из 120 Он же был, был. Он же был. Он же был. И может быть, как бы, вызов тому, не вызов, а как бы, он ведь очень осуждал, что евреи поклонялись и дало на руку Аданеса. Кто? Ну, в смысле, вот было же такая ситуация, что нельзя было этого делать. Евреи поклонились. Какие времена? Так нет, там Даниэль и вот это, его трое друзей не поклонились, их бросили живыми, там, в огонь, к тиграм. Но это можно провести эту параллель, что нужно... то, что Аданеса построил идолы и сказал, что им надо поклоняться, евреи не должны поклоняться. В таком случае, потому что, так сказать, есть иниян, хилу, гаше, бе, прагесе, что тогда нужно умереть, этого не сделать. А здесь это вовсе нет. Амман не сказал, что я идол. Он не сказал даже, что я царь. Я же Ахашвирош. Ахашвирош царь. Все в порядке. Есть религии. Вы евреи. И мы по Медражу знаем, что еврейские дети учились в Ешивах. Никому ничего, никому никто не видел. Очень гуманно все было. Очень было все хорошо. Что он взъел с этой Патухай? Ты поняли вопрос? Что ему... И главное не важно. Даже если лично ему, это тоже хорошо. Но ты же понимаешь, что поскольку там в воротах сидишь, а этот злодей... Значит, всех евреев сейчас под топор. А из-за того, что у тебя принципы. Твои принципы держи при себе. А других за что подгонять? Ответ слышали, не слышали, я не знаю, но ответ... Он тоже... Мы можем его понять уже легко. Потому что, если мы вспомним, что евреи получали удовольствие, при том, что храм разрушен, значит, связь уже весьма-весьма слабенькая. У евреев слабенькая связь. Это первое. Второе. Аман правильно ценил ситуацию. И пришел к Ахашвироше, и ее просто рассказал ему. Ешну Амэ, Хадмэ, Хузар, и так далее, и так далее. Народ-то один, конечно, но он весь расколот и разбит на мелкие доли, на мелкие части. Каждый сам по себе. Мое еврейство самое хорошее, твое еврейство третьесортное, и все такое. Это было описание Амана. И Тора не опровергает это. Устный упор. Не опровергает. Это был факт. Складываем две вещи. Народ не соединен вместе. В хорошем смысле слова. Оторван, нет близости со Всевышним. Можем получать удовольствие о Ахашвироше. Перспектива равна нулю. Поэтому Мурдыха, если не будет кланяться, то хуже уже не будет, потому что нужно же теперь все эти 120, и все эти Рабаним, и все эти Даршаним, и все эти призывы, и все эти, что нужно всем делать, Чуву, и возможно Чуву сделать. Всем делать Чуву, и всем прочее не помогало. Ничего не работало. Что делать? Это развестный принцип. Никакие раввины не помогут. Пока не придет этот нееврей, и сам поможет. И это знаменитое снятие перстня с пальца Ахашвироша и печать Амана. Это не я говорю, да? В Талмуде говорится в трактате «Негила». Что сорок два пророка и семь пророчец, которые в Танахе, и тысячи, которые не в Танахе, ничего не могли сделать, так, как мог сделать этот один человек. Ахашвироша. Достаточно было печать, как это поставить, и все уже стало в порядке. То есть мы поняли, что у нас конец. Дальше нет. Все. Конечные станции. Приехали. Приехали. Приехали называется. И тогда, когда Хазара, Бетшева начинается, обратно нужно. И это только могло быть, когда вот только уже Хашвирош это сделал. Поэтому, поскольку Мордыхай это видел, то у него было основание не бояться этого. Потому что игра была или мы будем живы, или мы не будем живы. Это не было так. Если бы это было не так, он бы не имел права не кланяться, потому что нельзя загонять евреев в смертельную опасность из собственных принципов. Для Ахмир может только Аллацмог. Понимаете? Нельзя Хумрод вводить, чтобы народ погибал. Ты Хумрод, что ты не хочешь кланяться в твое личное дело. Но если народ погибнет, то нельзя. А при Аллахашвире не такой часть в Аллахе? Значит, дело не в Аллахе или не в Аллахе? Это упрек. Откуда он? Да. А в том, что если, когда разрывается связь с Макор Хаим, то тогда нет Хаим, евреи показали, что они разорвали связь. В том смысле, а потому что Ганаа не может быть, когда есть связь. Когда человек имеет эту связь, у него не будет Ганаа. Что эти трое друзей Иова? Не имея ни факсов, ни телефонов и прочих, пришли к нему вместе. Живя, там перечислено в книге Иова, как они жили в разных местах ареала земного шара. Не сказано так, но ареал всего постовка. Один из Саудовской Аравии пришел, другой из Афганистана и так далее. Как они знали это? Им болело просто, что ее вбедили. Аллаха не говорит, что они обязаны к ее приходить. Но им болело. Когда болит, значит, ты связан, когда тебе не болит, так ты не связан. Когда не болит, никакой Аллахи нет. Просто нет, мы корхаим, ты отрезан от кислорода. Ты дышать не будешь. И вот это была ситуация ужасная в то время, и Мордыха это видел. И поэтому он понимал, что дело плохо, то есть дело конец уже. Поэтому кланяться сейчас невозможно. Это уже тут ни Аллаха, ни Аллаха. Кланяться уже нельзя. Тут нужно, чтобы единственный, кто может помочь, это только Хашвирович. И он помог. Сам-то он не понимает, что он нахвалил. А Гаман и вовсе сам ничего не понимал. Все делал правильно, как будто бы и не вышло. Все рассчитал хорошо, но не получилось. Потому что не он хозяин мира. Поэтому, как вы помните, в Мигеле нет имени Севышнего, чтобы было впечатление, что он не хозяин мира и не вышло. А на самом деле именно он. А в книге нет этого ничего. И Гаман это видел. Просматривал ситуацию. Нет Севышнего. Эстер по ним. Эстер идет. Эстер по ним. Прекрасно. Все будет сейчас хорошо, а мы здесь справимся прекрасно. И ничего не значит. Потому что не он хозяин. Собственно, весь вывод из этой книги Эстер. Потому что мы и правы, что нет хозяина. Вернемся к нашему Хазиру. Теперь поняли, тут и Ань 70 лет этого есть, 210 лет Египта есть. И у Триэши уловили, да, в комнате как это все вышло. И Хазир как символ замечательной цивилизации. И все выглядит кошерно и нехорошее. Лучше нет. И это последний диалог, потому что ссылаться не на что. Пока кровь льется, всегда можно надеяться, что будет хорошо, когда будут хорошие правители, и всякие народы будут прекрасными, государства будут замечательные. А тут, когда уже это делается, да, уже не на кого ссылаться. Эла Алавину Шебешанай. Вот. Теперь несчастный Зиз. Кто он такой? Кто такой Зиз? Наш такой друг Зиз. Потому что ни слова о нем нет. В Танах нигде не найдете. Один раз встречается здесь. Это бедный Зиз. Поэтому не смотрите ни в переводы, никуда, потому что все это ошарот только. Некие представления, что это какое-то живое существо, что мы не знаем какого. Что нам с ним делать? Я все хочу в духе, в духе Песоха нам. Надо готовиться к Песоху. 30 дней до Песоха говорится, надо 30 дней до праздника. Изучаются законы праздника. Что в конце Пес Седра бывает. Седр прошел. Вы понимаете, что еда не главное. Нужно покушать. Немножко. Что нужно покушать? Мацу. Морор. Мацу опять. И уже хорошо. Вот это надо точно кушать и арбакосор. Все остальное это, как говорится, сверху. Хотите кушать, хотите нет. Но это точно. И что потом? Галель мы говорим. Виркатамазон говорим. Галель говорим. Нирца. То есть говорим, что будем надеяться, что будет хорошо в следующем году и прочее, прочее. Шнабаби. Шнабаби. Ага, что? Тот песня. А потом, помните, как это говорится? Якобы детские песни, в которых глубины, как говорится, не докопаешь не до конца. Хат гадья. Хат гадья. Лизавен Аба би трей зузы. Что? Трей зузы, да? Что за два зуза купил папа. Зузы определенные деньги, немаленькие, небольшие, средние деньги. Купил папа эту козлика. Гадья, это гагди. Гадья на арамейском, это гагди на ивритте. Козлик. Аж зуз. Что такое зуз? Ну, в каждом детском саду здесь только друг другу это говорят. Зузми по. Да? Эти же дети, да? Тумбоко воспитанные дети местного разлива, правильно, в таком возрасте. Зузми по. Магер. То есть, двигайся. Деньги, которые двигаются среди людей, это конвертируемая свободно конвертируемая СКВ, когда это назвал. Свободно конвертируемая валюта. Символ имеет зуз. Слово зуз. Она передвигается все время. Вот. Так что это за животное такое? Зиз. Это животное, которое нас двигает. Тем более, зиз, мы же нефильную форму. Зуз это зузми по. А зиз это зуз это ата зуз. Зузми по. А зиз? Легазиз. Сдвинуть другого человека. То есть, это животное нас сдвигать должно. Вы уже поняли, а хазир нас возвращает, махзир быть чува. А это двигает, потому что чува это процесс. Это нельзя сказать, я сделал чуву и ничего не делаю. Надо же куда-то двигаться, надо же перемещаться каким-то образом в духовные координаты. Надо же не стоять на месте. Так это зиз это делает. Это сила желания чува? Не, Акадошбару создает ситуацию. Я сейчас заканчиваю урок по времени, поэтому больше не могу, но в принципе как управляется мир? Создается ситуация, в которой с нашими возможностями мы можем что-то делать. Но ситуации мы не можем создать. Это небо должно создать ситуацию. Так мы тут читаем в проекции что хазир махзир а зиз он не зизу тану лекиву на нахо и поэтому тут садай в первом лице зиз садай этот зиз моих полей садай это садэ шелудши да садон шелудши моих полей поля поля это мой движок который я придумал чтобы вас двинять а садэ это всегда речь идет о духовных вещах часто в нашем книге двигает нас в сторону духовности да и хазир тоже ну да конечно но это символ мы не делаем хазир кошера мы говорим что это животное кто нас продвигает и последнее ирена это значит будет как мы говорим постись и все а теперь мы уже увидим это слово чуть чуть иначе и понимаем что это пости паства да ирена ну как знаете роэ пастух то есть то есть это зиз вас будет вести вы же стадо вы же народ как всегда да так вот я запускаю этого хазира я запускаю этого зиза и как говорится вот такое вот и поэтому дальше мы уже немножко понимаем поэтому следующая фраза но мы ее будем следующая просто по времени мы можем завершить нашу встречу спасибо за внимание надеюсь что что-то такое мы тут узнали